6 класс, 18 серия. Решение задач. Задача первая. Половина трехзначного числа делится на 5, а треть этого числа делится на 7. Какое это число? Если половина делится на 5, значит, все число будет делиться на 10. 2 умножить на 5 – это 10. Если треть делится на 7, значит, все число будет делиться на 21. 21 – это 3 умножить на 7. Значит, это число должно быть кратно и 10, и 21 одновременно. Давайте запишем все такие трехзначные числа. Вот эти числа. 210, 420, 630, 840. Вот таков ответ. Задача вторая. Какую одну и ту же цифру надо приписать к числу 23 слева и справа, чтобы полученное четырехзначное число разделилось на 36? 36 можно представить в виде произведения двух взаимно простых множителей. Это 4 умножить на 9. Значит, должен одновременно выполняться признак делимости и на 4, и на 9. Признак делимости на 4. Две последние цифры числа должны дать двузначное число, делящееся на 4. Тогда будет делиться на 4. Значит, в конце надо приписать двойку или шестерку. Если в конце записывается двойка, такая же цифра должна быть и на первом месте. Так, это число на 4 делится. Надо проверить, делится ли оно на 9. Сумма цифр числа делится на 9. Значит, делится. Еще надо проверить шестерку. Если в конце записать шестерку. На 4 будет делиться, а вот на 9 не будет. Итак, вопрос, какую цифру надо приписать слева и справа? Ответ. Надо приписать цифру 2. Никакой другой вариант не подходит. Задача третья. Какой цифрой оканчивается произведение 7 множителей? Все множители числа нечетные. И среди множителей есть число кратное 5. Значит, значение произведения будет числом нечетным, делящимся на 5. Нечетное число, которое делится на 5, оканчивается на 5. Задача четвертая. Какое число надо записать вместо вопросительного знака? Давайте начнем с верхней строки. 216 – это 6 в кубе. Значит, вместо квадрата надо записать шестерку. 6 в кубе – это 216. Переходим ко второй строке. Там, где квадрат, записываем шестерку. 6 умножить на 6 – это 36. 36 надо разделить на 9, и тогда получится 4. Значит, звездочка – это 9. А квадрат – это 6. Если 6 умножить на 9 будет 54, значит, круг – это единица. Так, и осталось выполнить действие в четвертой строке. 9 разделить на 1 – это 9. 9 разделить на 1 – это 9. И минус 6 получится 3. Ответ – 3. Задача пятая. В пустые клетки надо написать числа от 1 до 9 включительно, так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом выделенном квадрате 3 на 3 числа не повторялись. Так, давайте начнем записывать числа и будем рассматривать сначала блок, состоящий из 3 квадратов 3 на 3. Давайте начнем с этого блока. Так, единицы. В верхней строке есть единица. Вот в третьей строке есть единица. Значит, в правом квадрате единица будет во второй строке. Но вот в этом столбце единица уже есть. Значит, единицу записываем здесь. Так, двойки. Две двойки уже есть. В верхней строке и во второй. Значит, в левом квадрате двойка будет вот в этой клетке. Так, какое число можно еще записать сразу? Так, можно пятерку записать. Две пятерки уже есть. Значит, третья пятерка в этом блоке будет вот здесь. Потому что вот в этом столбце записывать нельзя. Потому что пятерка уже есть в этом столбце. Затем можно рассмотреть блок еще один горизонтальный. Затем третий горизонтальный блок. А потом можно перейти к трем вертикальным блокам. В первую очередь записываются те числа, которые можно сразу разместить и которые размещаются однозначно. Вот примерно таким образом разгадываются такие головоломки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...